В Красноярске работает полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Он прибыл с двухдневным визитом. Сегодня Сергей Миняйло вместе с ВРИВ губернатор Александр Улсом осмотрел новые дома, построенные для погорельцев поселка Стрелка. Напомню, весной из-за пожара без жилья остались 245 семей. В июле было начато строительство. К сегодняшнему дню люди должны были получить ключи от квартир. Но увы, полпредпотребовал ускорить темпы работ. Также Сергей Миняйло планирует провести совещание по вопросу строительства перинатального центра в Норильске, встретиться с руководителями правоохранительных органов края и пообщаться с ответственными за подготовку к универсиаде 2019 года. А в Норильске в эти дни работает депутат ЗАГС Собрания Края, призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира биатлонист Павел Ростовцев. Сегодня в 28-й школе он провел урок универсиады, а накануне встретился со спортивной общественностью Норильска. Ростовцев презентовал федеральный проект «Детский спорт», после чего ответил на вопросы собравшихся. Их накопилось немало. О наболевшем Маргарита Быточенкова. Встречу Павел Ростовцев начал с презентации федерального проекта «Детский спорт». Его концепция такова. Чтобы спортивные показатели росли, нужно обратить внимание на школы. А именно улучшать материально-техническую базу, устраивать детям уроки с чемпионами. Впрочем, программа реализуется уже третий год. А в рейтинге спортивных регионов наш край продолжает терять позиции. Мы должны действительно не бояться обострять эти вопросы. Почему? Потому что реально они могут привести к улучшению ситуации, в которой мы на самом деле не очень хорошо сейчас выглядим. То есть 65-е место из 85 среди субъектов Российской Федерации – это не то место, которое должен Красноярский край занимать. Норильская спортообщественность вступает в диалог. В школах занимаются физкультурой, а спортом – в дюшках. Поэтому развивать нужно именно их. Однако в списке городов, которым выделяются средства на улучшение материально-технической базы спортивных школ, Норильск не значится. Депутат не скрывает – почти все федеральные деньги сейчас идут в краевой центр на подготовку к универсиаде. Местные руководители уверены – подготовкой дело не ограничится. Мы сами садимся в некоторую такую яму. Мы сначала изучаем разные мнения, предложения, как изыскать дополнительные средства, чтобы построить много новых спортсооружений. Берем на себя огромное такое, серьезное такое мероприятие, под него строим, а потом у нас миллиард с чем-то нужно изыскать, чтобы его содержать. Почему бы после универсиады не перепрофилировать ее объекты в образовательные центры по типу сочинского Сириуса, где дети и учатся, и тренируются? Звучит предложение из зала. Наши спортсмены занимались бы там с радостью. У норильчан с поездками вообще проблема. Почти все за свой счет. Когда мы попадаем в заборный край и участвуем в федеральных округах и в России, мы везем до Красноярска за счет своих денег. Мы как бы два раза ездим. Сначала отбираемся, а потом приезжаем в Красноярск, чтобы ехать на Россию. В спортивной федерации не раз обещали, что дорога норильским спортсменам будет оплачиваться полностью. Но дальше слов. Дело не пошло. Норильчане должны быть настойчивее. Резюмирует Павел Ростовцев. Он пообещал донести чаяние норильчан до краевых чиновников. От руководителей же местных спортучреждений требуется сформулировать проблемы и изложить их на бумаге. Маргарита Батыченкова, Екатерина Луцев, Евгений Жуков. Вести. Норильск. Норильская прокуратура проводит проверку по факту избиения 8-летней девочки. 5 ноября она поступила в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Следователи установили, девочку избил сожитель матери. Более того, мужчина грозил выбросить ребенка из окна и даже предпринял попытку это сделать. На защиту бросилась мать. Под горячую руку попал и 10-летний брат пострадавшей девочки. Известно, что мужчина ранее был судим за угрозы расправы. Но не в Норильске. Он приехал с материка и в этой семье жил уже год. За это время подобных инцидентов не случалось. Сейчас обвиняемый под подпиской о невыезде. Он живет по другому адресу. По данному факту, органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119, часть 1. Это угроза убийству. В рамках разледования уголовного дела проводится судебно-медицинская экспертиза. Направлено на установление тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшим. Красноярский край присоединился к всероссийской акции. Сообщиги торгуют смертью. До 25 ноября жители ждут сообщений о любых фактах незаконного оборота или употреблении наркотических средств. По каждому случаю обещать провести проверку и принять соответствующие меры. Номер телефона доверия в Краевом управлении МВД сейчас на ваших экранах. Во время акции сотрудники полиции проведут профилактические беседы с молодежью, консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, а также оперативно-профилактические рейды. О Большом птичьем дне рождения расскажем во второй части выпуска. Это сразу после прогноза погоды. Информацию о погоде представляет сеть строительных магазинов «Арбат Мегаполис Проект». Низкие цены каждый день. Алло, дорогой, сегодня не опаздывай. Дома ждет праздничный ужин. Будем отмечать день рождения. Какой день рождения? День рождения нашего старичка ремонта. Сегодня ему исполняется 200 лет. Ну все-все. После работы сразу еду в «Арбат Мегаполис и Проект». Строим материалы для любой внутренней отделки по низким ценам. Толнахская 10, лауреатов 41 и энергетическая 25. 15 ноября в Норильске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 31,33 градуса ниже нулевой отметки. Днем минус 28,30 градусов. Вы смотрите «Вести» на Норильске. Мы продолжаем. Сегодня во всем мире отмечает день борьбы с диабетом. Дата выбрана в знак признания заслуг Фредерика Бантинга. Один из основателей инсулина родился 14 ноября 1891 года. Эра инсулинотерапии началась спустя 31 год. Сейчас в мире зарегистрировано около 200 миллионов случаев заболеваний. Но в реальности диабетиков как минимум вдвое больше. Эксперты говорят о неинфекционной эпидемии. Число заболевших растет в геометрической прогрессии. Сахарный диабет характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови. Может возникнуть в любом возрасте и продолжаться всю жизнь. Сейчас пациенты редко умирают непосредственно от этой болезни. Чаще от ее последствий. Таких, например, как почечная недостаточность и различные сосудистые патологии. В зоне риска люди, родственникам которых ставили этот диагноз. А также те, кто ведет малоподвижный образ жизни и страдает ожирением. Норильчанин Александр Ильченко теперь хозяин птицефермы. Причем не виртуальной, а самой настоящей. С инкубатором и яслями для птенцов. Первая перепелка появилась в его квартире более 20 лет назад. Теперь мужчина решил заняться разведением пернатых в промышленных масштабах. Яйца купил в Сергиевом посаде и во Всероссийском НИИ птицеводство. Сегодня на свет появились первые птенцы. Евгения Шинделова с подробностями. С виду непримечательное здание в старом городе. Здесь, в подсобном помещении, сегодня родилась новая жизнь. И не одна. Первый птенец вылупился в час ночи, а потом понеслось. Александр Ильченко уже потерял питомцам счет. Говорит, знакомые поздравляют с самого утра. Птенцы на верхней полке более шумные, чем их собратья на нижнем этаже. Александр объясняет, что только что освободившиеся от скорлупы перепелки еще не обсохли. Поэтому мерзнут и зовут маму. Так, летит мама за их холодной. Но здесь у них только папа. Птичий папа, шутит Александр. Для появления на свет нужно 37,7 тепла. Потом температуру понижают до 32, а дальше комнатные условия. Мужчина вспоминает, в 1994 году перепелки жили у него дома. Птицы неслись, даже когда из-за аварии на ТЭС в квартирах норильчан было не выше плюс пяти. Тогда же, рассказывает индивидуальный предприниматель, он и решил заняться птицеводством. В прошлом году подал заявку на грант краевого министерства сельского хозяйства. Но в поддержке ему отказали. Я в министерство приехал, говорю, ну как же так? Да вот мы только кто сельской пропиской. Я говорю, давайте на вольке, якобы там, организую. Да вы что, это же государственные деньги. К вам придет, это самое, КРУ, ревизионная комиссия, финпол, к вам придет милиция. Все будут смотреть, где на самом деле. Вот не рискуйте, это государственные деньги. Я говорю, ну что ж теперь нам городским жителям? Ну не знаю, говорит, можно в следующий год разрешать. То есть отказали. Пришлось рассчитывать на собственные силы инкубатор 120 тысяч по 17 рублей за яйцо, а их более трех тысяч. Будут не только перепелки, но и декоративные куры. Их Александр думает пристроить в школы и детские сады, чтобы малышей радовали. У перепелок другая задача – нести яйца. От яйца до птенца 17 дней, еще 40 на том, чтобы перепелка снесла свое первое яйцо. Для сравнения, курица становится несушкой только через полгода. Хохлоты съедают 80 граммов корма в день, перепелка всего 25. Примерно столько же весит только что вылопившийся птенец. Корм будут возить из Воронежа, там дешевле. Пока обходятся крупой из магазина. Об этом пока мало приспособленном помещении будут располагаться птичьи ясли. Или брудер, как говорят по-научному. Вот эти малопохожие пока на ясли конструкции собирают из подручного материала. Говорят, в таком отсеке поместятся до 200 птичек. Ну тут три этажа. На первоначальном этапе надо разместить 2700 пернатых постояльцев. Потом их количество доведут до 50 тысяч. Заинтересованность в том, чтобы в меню школьных и детсадовских столовых появились богатые аминокислотами и минералами перепелиные яйца, выразили в муниципалитете. Правда, ни о каких договоренностях речь пока не идет. Ферме нужно встать на ноги. Планы грандиозные для их воплощения, говорит Александр Ильченко, потребуются сотрудники. Трудоустраивать будет людей с инвалидностью. И не только для ухода за птицами. Отдельная история – черви для прикорма. Их будут разводить здесь же. Первую партию привезут из московского заиконоспасского монастыря. Там живет друг Александра. Все пойдет в дело, продолжает норильчанин по метам. Будут удобрять огурцы и томаты в теплице. Есть и такая идея. А еще в планах выращивать клубнику. Норильск – зона нерискованного земледелия, если к организации процесса подойти с умом. Уверен, неунывающий северянин. Евгения Шенделова, Дмитрий Химич, Вести, Норильск. Норильская школа стрит-арта объявила о дополнительном наборе. Основной прошел в августе. И сейчас всем желающим дают возможность присоединиться к творческим занятиям. В расписании уроков – работа с аэрозольной краской и аэрографом обучения техники переноса эскиза на стену. Обучение бесплатное. Проходит дважды в неделю по вечерам в молодежном центре на Советской 9. Преподаватели – профессиональные художники и выпускники школы стрит-арта, работавшие в Норильске в 2015 году. Организаторы ставят своей целью создать объединение художников, творящих в стиле граффити, который изменит облик городских домов и дворов. Первые результаты проекта уже радуют жителей на Завинягина 7. Завтра в Норильске большой праздник ломаного танца. Именно так с английского переводится брэк-данс. Любители неформального искусства сойдутся в танцевальном поединке в молодежном центре. Впервые фестиваль с незамысловатым названием «Дважды два» прошел в Норильске в 2014 году, второй – в 2016. Нынешнее мероприятие объединит более 700 танцоров из Норильской и Дудинки. По традиции оценивать участников будет всего один судья, известный среди брэк-дансеров. Для этого в Норильск приехал финалист проекта телеканала «Россия-1» танцуют все – Валентин Анекин. Фестиваль начнется завтра в 19 часов на Советской 9. Вход для зрителей свободный. Организаторы уверяют, будет как никогда зрелищно, ведь третий танцевальный фестиваль проходит в юбилейный год для творческой группы «Дождь». А дни рождения творческих людей всегда отмечают с размахом. Сейчас ребята активно готовятся к предстоящему событию. Сотрудники силовых структур доказали, что могут не только защищать права граждан, но и рассказывать сказки. Сегодня второй этап фестиваля культуры и спорта среди силовиков. В творческом конкурсе приняли участие девять команд. Сотрудники ведомства вложили свою версию историй из Тридевятого царства. Героями театрализованных мини-представлений стали Буратино из Уфсина, Али Баба при исполнении, Крестная фея в погонах и многие другие. Кто-то делал ставку на яркие костюмы, зажигательные танцы, кто-то на интерактив со зрителями и судьями. Сотрудники таймырского линейного отдела – новички на фестивале, но не на сцене. С детства родители прививают радость к жизни. Как-то занимались? Да, конечно, конечно. Так получилось, что с детства занимаюсь и танцами, и пением. Ну и как получается, пригодилось. Фестиваль продолжается. Завтра силовики будут выяснять, кто лучший кулинар. Им предстоит приготовить и представить на суд жюри чудо-блюдо. Церемония награждения по итогам всех этапов состоится в среду на гала-концерте в городском центре культуры.